От 40 до 300 звонков ежедневно приходят на горячую линию 122 по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Специалисты Республиканского центра обработки вызовов ни одно обращение не оставляют без ответа. За их работой наблюдал наш корреспондент Артур Мхце. Горячая линия, слушаю вас. Здравствуйте. Да, конечно. Студенты. Какое образование получают? Сотрудник горячей линии 122 принимает звонки по теме частичной мобилизации. Очередного собеседника интересует возможность отсрочки для студентов высшего учебного заведения. Студенты очной формы обучения вузов, имеющих государственную аккредитацию, не пребывающие в запасе, не подлежат призыву при частичной мобилизации. Студентам, поступившим в магистратуру или аспирантуру, сразу после окончания бакалавриата, также предоставляется отсрочка. Да, конечно, у вас имеется отсрочка. Звонков каждый день много, однако ни один вопрос не остаётся без ответа. Специалисты регионального центра обработки вызовов ранее успешно прошли обкатку периодом пандемии. В течение нескольких последних лет консультируют жителей Карачао-Черкесии по теме здравоохранения. Поэтому работать, по сути, в авральном режиме для них не в новинку. С момента, как мы начали принимать вопросы по частичной мобилизации, мы приняли около 2000 звонков. В среднем от 40-50 звонков до 300 звонков в сутки принимает наша служба, даёт разъяснение и так далее. Если у специалистов нет возможности ответить на какой-то вопрос или жалобу к обсуждению, могут быть подключены представители тех или иных служб или ведомств, руководители муниципалитетов, военкомы, общественники. По поручению главы Карачао-Черкесии при региональном правительстве создана межведомственная комиссия, где совместными усилиями удаётся оказать гражданам необходимую консультативную и иную помощь. Но всё же получить ответы на большинство вопросов, интересующих население, можно, позвонив на горячую линию. Часто спрашивают по поводу наличия инвалидности у самого призываемого, наличия инвалидности у членов семьи. Даём также разъяснение, в каких случаях гражданин имеет отсрочку, в каких случаях временную отсрочку. Часто задают вопросы по поводу оплаты, что требуется, какой фонд оплаты, что будут получать мобилизованные граждане. Тоже даём разъяснение. В последнее время очень актуальный вопрос по поводу отсрочек по ипотечным и по потребительским кредитам. Тоже проведена очень большая работа с различными банками правительства нашей республики. По всем вопросам, которые касаются частичной мобилизации, жители Карачао-Черкесии могут звонить круглосуточно по номеру 122. Артур Махце, Али Бастанов, Вести, Карачао-Черкесия.